Разрешите продолжить нашу лекцию, посвященную эпилепсии. Во второй части нашего доклада я хочу подробно остановиться на психических расстройствах при эпилепсии. Появление психических расстройств при эпилепсии часто является неблагоприятным для прогноза заболеваний и является основной причиной инвалидизации и десоциализации больного. На слайде представлена классификация психических расстройств при эпилепсии. Психические расстройства могут быть представлены в структуре самого припадка, то есть сам период припадка называется эпитальным периодом, то есть они могут являться компонентом приступа при парциальных приступах. Или же выступать в качестве продрому большого генерализованного припадка, то есть выступать аурой. Это также мы разобрали в первой части лекции. Также могут отмечаться постприпадочное нарушение психики, то есть нарушение психики после самого припадка. А также психические нарушения могут проявляться и в межприступном периоде, то есть интерэктальном периоде. Также психические расстройства при эпилепсии разделяются на пароксизмальные в виде приступов в составе припадка от 1 до 2 секунд до 10 минут и транзиторные, то есть приходящие от нескольких часов до суток. Также они могут быть перманентными, то есть постоянными. Психические расстройства при эпилепсии могут быть негативного и позитивного уровня. То есть основная классификация наша пойдет во время лекции, то есть психические расстройства мы разделим на пароксизмальные и перманентные. Давайте остановимся на пароксизмальных психических расстройствах при эпилепсии. То есть пароксизмальную часть мы с вами разобрели в первой части, а давайте остановимся на транзиторных пароксизмальных, то есть приходящих психических нарушениях. Они в свою очередь делятся на расстройство настроения, сумеречные расстройства сознания и психозы. Расстройство настроения представляется дисфорией и депрессией. Самая распространенная форма расстройств настроения является дисфория. Они характеризуются сочетанием агрессии, тоски, злобы, беспричинного страха. В зависимости от преобладания того или иного вида аффекта дисфории подразделяются на меланхолическое. Больные тоскливые, безучастные, безинициативные. Эксплозивные. Больные озлобленные, агрессивные, дрочливые. Именно при этой форме часто совершаются социально опасные поступки. Анксиозные. Больные тревожные, преобладают чувство страха, и они чаще всего не уверены в себе. В редких случаях наблюдается мореоподобный тип дисфории. Больные в состоянии повышенного настроения сопровождаются восторженностью, приподнятым настроением, экзальтацией. Иногда с чертами даже дурашливого поведения, или они начинают паясничать. Депрессия. При эпилепсии представлена в меньшем процентном соотношении, чем дисфория. Их характеризуются снижением настроения. Больной угрюмый, сон нарушен, преобладает бессонница. Больного практически ничего не радует. Появляется альгидоним, то есть неумение радоваться. Понижается самооценка, и он практически не уверен в себе. Пессимистический настрой. И именно в этом, при этой форме, возможны суицидальные попытки. Следующая форма транзиторно-парсимальным расстройств – это сумеречное нарушение сознания. Для него характерны критерии, сформированные Джасперсом в 1911 году. Основными признаками сумеречного нарушения сознания являются острое внезапное начало, часто молниеносно, без каких-либо предвестников. Транзиторность и кратковременность не превышающие нескольких часов или суток. Больные во время сумеречного нарушения сознания отрешены от окружающего мира. У них происходит дезинфицировка прежде всего в собственной личности, при которой человек не способен воспринимать действительность и осуществлять целенаправленную деятельность в соответствии с требованием общественного запрета или даже инстинкта самосохранения. Дезинфицированы во времени, в месте и в пространстве. Мышление у больных во время сумеречного нарушения сознания непоследовательное, фрагментарное. Или же наоборот, появляется видимая последовательность даже обусловленность поступков и действий, что приводит в заплуждение окружающих. Во время сумеречного нарушения сознания больные могут видеть яркие галлюцинаторные образы или появляется острый чувственный бред. Охвачено сознание аффектом страха, тоски, злобы, ярости. У больных отмечается нецеленаправленное хаотическое агрессивное возбуждение, что чаще всего приводит их в стационар. Сумеречное нарушение сознания, как критически началось, так же и критически заканчивается, после чего наступает терминальный сон. После завершения состояния больной ничего не помнит, то есть состояние полностью или иногда частично амнезируется. Больные могут на сутки исчезать из дома, где-то бродить, даже совершать преступления, не контролируя свое поведение в это время. Остановимся на эпилептических психозах. По времени возникновения дифференцируются как иктальные во время периода припадков и интерэктальные, то есть межприступные. В момент наступления психоза припадки обычно купируются. Отмечается также и феномен насильственного улучшения электроэнцефалографии, то есть при возникновении психоза электроэнцефалография практически нормализуется, исчезают эпилептифорные паттерны. По времени течения по Тиганову эпилептические психозы делятся на острые и хронические. Каждый из перечисленных психозов может занимать различные места в клинике эпилепсии, вне связи с судорожными припадками, непосредственно предшествовать или следовать за ними. Становимся на острых эпилептических психозах. Они в свою очередь подразделяются на острые эпилептические психозы с помрачением сознания, то есть к ним относятся затяжные сумеречные нарушения сознания вплоть до полного помрачения сознания, продолжаются от нескольких суток. Чаще возникает после серии генерализованных тонико-клонических припадков. Сопровождается галлюцинаторными бредовыми расстройствами, эмоциональной напряженностью, агрессией, двигательным возбуждением. Также отмечается эпилептический анероид. Он также возникает внезапно и в отличие от шизофренического характеризуется эффективными расстройствами, экстазом, восторгом или наоборот страхом, ужасом или гневом. Могут появляться иллюзии, чаще они фантастического содержания, или зрительные, или слуховые. Больные считают себя персонажем каких-то сказок, мультфильмов, легенд. И в этом качестве они участвуют в этих праздниках. Острые эпилептические психозы без помрачения сознания. К ним относятся острые паранойи. Проявляются острым чувственным бредом, социализорным восприятием окружающего, слуховыми и зрительными галлюцинациями, устращающего характера, возбуждением, агрессивностью, склонностью к разрушительным действиям, которые могут сменяться тревожной боязливостью и бегством от мнимых преследователей. Следующее. Острые, аффективные психозы по Абрамовичу и Харитонову. Их обычно называют дисфорические. Характеризуются тоскливо-злобным настроением и агрессией, депрессивным состоянием с детальной тоской, идеями самообвинения, заторможенностью, а также маниакально-экстатическим состоянием. Вот именно во время аффективных психозов больные также могут совершать какие-либо суицидальные действия. Хронические эпилептические психозы. Также они еще иногда называются шизофреноподобными психозами или шизоэпилепсией, симптоматической шизофрении. Описаны следующие формы. Паранояльные сопровождаются бредом обыденного содержания с различной фабулы. Бред отношения, отравления, ущерба, ипохондрический бред, бред религиозного содержания. Для эпилепсии характерны также тревожно-злобный или эстетически восторженный оттенок этого аффекта. Галлюцинаторно-параноидные характеризуются различными проявлениями синдрома психического автоматизма кандинского клерамбон. Они отличаются фрагментарностью, уродиментарностью и в синдромальном отношении неразвернутостью, чувственностью, несистематизированностью со множеством конкретных деталей. Эти расстройства сопровождаются тревожно-тоскливым настроением, страхом, синдромом помрачения сознания. Парафренный представляется именно как галлюцинаторная парафрения, включающая вербальные галлюцинации или псевдогаллюцинации, мегаломонические бредовые идеи, чаще всего фантастического содержания. Аффективные расстройства в виде эстетически восторженного или благодушного настроения, а также речевые расстройства, которые характеризуют своеобразной эпилептической шизоофазии. И последнее. Кататонические. В клинической картине прообладает субступор с негативизмом, мутизмом, импульсивным возбуждением, поэрильно-дурашевым поведением, сгримасничанием, с эритепиями и эхололеями. Переходим к перманентным психическим нарушениям при эпилепсии. К ним относятся эпилептическое изменение личности и эпилептическое слабоумие. К эпилептическим изменениям личности относят формальные расстройства мышления. То есть мышление становится тукоподвижным, появляется вязкость, эмхетичность, торпидность, инертность, патологическая обстоятельность. То есть по Ганушкину они называют даже это нарушением грузностью. Речь обстоятельная, многословная, полна несущественных деталей, на которых застревают больные. Отсутствие способности отделить главное от второстепенного. При беседе с больным, если его не остановить, он может долго и обстоятельно, детально, не отражая существенных основных качеств предмета, говорить долго. Характерна методичность, слащавость, употребление шаблонных оборотов, сумешительно ласкательными суффиксами, а также определенные содержащие, они всегда содержат аффективную оценку. То есть они очень часто употребляют такие слова, как замечательный, прекрасный или отвратительный. Переход от одного круга представлений к другому. То есть они переключатся от одного к другому, у них это все затруднено, они очень трудно переключаются. Слова с запасом у них очень бедные. Это называется олигофазией. Часто повторяются, или же он пересказывает, при пересказывании он очень часто повторяет один и тот же сюжет, то есть персеверация мышления. Нарушение эмоциональной сферы. Также, как и расстройство мышления, характеризуется торпидностью, то есть вязкость аффекта, связи с чем новые впечатления не могут вытеснить прежние. И он, даже говоря о второй какой-то части своего предложения, все также остается на содержании первого. Отмечается повышенная раздражительность, мстительность, придирчивость, взрывчатость, склонность к ссорам, вспышкам, появляются вспышки злобы, ярости, то есть экспозивность, переходящая до агрессии, что нередко сопровождается опасными и жестокими действиями, направленными на окружающих. Изменение характера. Основными чертами характера больных эпилепсий являются подчеркнутый нередко карикатурный педантизм, проявляющийся в виде скрупулезной любви к порядку в доме, а также выполнение назначений врача, тщательный регистрацию всех припадков в течение нескольких лет болезни с указанием характера лечения, многих подробностей, относящихся к лечению эпилепсии и обстоятельствам, предшествующим каждому припадку. То есть дневник больного с эпилепсией отличается аккуратностью, они хранят годами эти свои тетрадки и на приеме к врачу они всегда их приносят. Гиперсоциальность, чрезвычайная прилежность, основательность, исполнительность, добросовестность, карьеризм. Обычно пациенты всегда очень прилежные, хорошо учатся и всегда строят какие-то планы в своей карьере. Инфантилизм, выражающийся незрелостью в суждении, чрезвычайное стремление к правдолюбию и справедливости, склонность к банальным назидательным поучениям. Особенное сверхценное отношение к родным, близким, которые больные говорят с акцентом на их положительных качествах. Пациенты опекают своих близких, что даже может доходить до сверхопеки. Чрезвычайная привязанность или прилипчивость к людям, ситуациям, предметам, животным. Эпилептический оптимизм, вера в возможность полного излечения. Больные рассказывают о своих припадках в томах бесстрастного наблюдателя. Они в подробности, в деталях могут описать этот припадок. Причем при рассказе чувствуется, что они просто наблюдают со стороны. И они как бы представляют врачу возможность бороться с этим врагом. Как будто они обнаружили это заболевание, и точно они вам описали, детально все сделали. И они вам предложили, как с ним надо бороться. Чрезвычайный эгоцентризм. Собственно, я всегда остается в центре внимания больных. В их высказаниях всегда на первом месте вступают они сами. Их болезнь, старые обиды, которые они всегда помнят. То есть злопамятность – это одна из основных качеств эпилептического характера. Временная динамика эпилептических изменений характерна следующая. Чем выше был интеллект заболевшего эпилепсией, тем меньше проявляются у него отрицательные и неприятные качества характера. Это является одним из основных прогностических качеств психических изменений при эпилепсии. Эпилептическое слабоумие. Степень выраженности эпилептического слабоумия определяет течение заболевания. Принято считать, что эпилептическое слабоумие развивается при неблагоприятном течении болезни. При эпилепсии слабоумие отмечается от 20 до 40% больных. Эти показатели имеют весьма относительное значение, так как не учитываются особенности течения и стадии заболевания. То есть тогда, когда у больного весной, предположим, идет обострение и частота прибадков прибавляется, то естественно и слабоумие будет увеличиваться. То есть выраженность слабоумия будет более критичной. До настоящего времени остается нерешенный вопрос о причинах эпилептического слабоумия. Далеко не всегда можно установить соответствие между давностью заболевания и степенью выраженности эпилептического слабоумия. Эпилептическое слабоумие возникает примерно при 10-летней давности заболевания, то есть где-то приблизительно 200 судорожных припадков. Возможно, причиной слабоумия являются не только сами припадки, сколько происходящие при них травматизации головного мозга. Хотя наблюдается случай эпилепсии, протекающей с абсансами, то есть при абсансе эпилепсии падений и травмирования головного мозга не происходит. Но клиническая картина сопровождается довольно-таки значительной деменцией. В формировании эпилептического слабоумия существенную роль играет преморбинный интеллектуальный уровень. Слабоумие оказывается более значительной и быстрее прогрессирует у больных с невысоким интеллектуальным уровнем дозаболевания. И особенно в тех случаях, когда эпилептический процесс наслаивается на олигофрении или органические поражения головного мозга. Что также может являться прогностическим критерием, так как больные с эпилепсией все-таки подлежат инвалидизации, чтобы мы могли определить степень их нетрудоспособности. В то время, когда у больных с преморбидно высоким интеллектом слабоумие выявляется в меньшей степени, позже и лучше компенсируется. Известна и роль возраста больного при начале заболевания и формировании эпилептического слабоумия. Обычно указывается, что чем раньше появилась эпилепсия, тем более выражена слабоумия. Одним из основных симптомов эпилептического слабоумия является замедление темпа психических процессов. Нередко сочетающиеся с общей брадикенезией при отсутствии истощаемости психической деятельности. Уже в начальной стадии эпилепсии отмечается изменение подвижности основных нервных процессов. То есть происходит инертность психической деятельности. И именно вязкое, тугоподвижное мышление приводит к тому, что речь больных изобилует шаблонными выражениями. Тугоподвижность мышления эпилептиков находит отражение в их произвольной речи. Больные топчутся на месте, не могут отвлечь от второстепенных деталей. Но при этом цель, высказанная больными, не теряется. Они до конца четко повторяют свою цель. Обычно в беседе у больных эпилепсии обнаруживается склонность к чрезмерной обстоятельности, детализации. Но они затрудняются в дифференцировке существенных и второстепенных признаков. Больные с эпилепсией классифицируют предметы по конкретно ситуационному признаку. Они могут не указать каких-то других признаков, но они конкретно будут знать, для чего в данной ситуации нужен этот предмет. Наблюдающиеся часто в больных эпилепсии резонерства отличаются от резонерства при других заболеваниях. В первую очередь надо его дифференцировать от шизофренического. Резонерствующий эпилетик, по выражению Суханова, любит делать наставления, поучать, играя той или иной роль неприятного узкого моралиста. То есть постоянно при общении с эпилептиком он может что-то вычитать и как моралист объяснять и преподносить это в норовоучительном тоне. Резонерство эпилептиков носит характер своеобразного компенсаторного рассуждательства. Эпилептическое слабообие находится в отражении в специфических симптомах расстройства речи, замедлении ее темпа, склонности к употреблению уменьшительных и ласкательных названий и речевых штаммов. То есть происходит витиеватость, стремление приукрасить свою речь, склонность к примитивному рифоманию. Непосредственно после припадка при наличии расстроенного сознания у больных наблюдается асимболия, то есть нарушение способности узнавать предмет и определять его значение. По мере же восстановления сознания вместо асимболии развивается амнестика-афатический комплекс. Этот комплекс представляет с того, что больные узнают показанный им предмет и вспоминают его свойства и назначения, но назвать обычно предмет они не могут. Эпилептическая пропорция выраженности и сочетания вязкости со взрывчатостью, умилительностью и слащавостью со злобностью. Именно эта пропорция дает некие диагностические критерии слабоумия эпилептического от других видов слабоумия. Развитие характерологических изменений у эпилептика в известной мере способствует спецификой его взаимоотношений со средой. С одной стороны, эти взаимоотношения, жажда признания, самоутверждение в обществе, а с другой стороны, они всегда чувствуют свою неполноценность. Для эпилепсии характерно проградиентное течение слабоумливающего процесса, то есть проблема в затруднениях и определении истинной выраженности деменции. Впечатление больше, чем в действительности деменции больных, может быть связано с временным учащением припадков, иногда в связи с высокими дозами применяемых больных лекарственных препаратов, что в свое время послужило отказом от бензодиазепина, в частности бензонала, что особенно мы должны учитывать, когда мы проводим какие-то действия в виде экспертизы данного заболевания, в частности временной нетрудоспособности или совершения каких-либо социальных деяний этим пациентам. И для этого мы должны тщательно исследовать психический статус больного эпилепсии. Эпилептическое слабоумие является основным диагностическим критерием при ограничении эпилепсии от внешних сходных психотических состояний. По своим проявлениям они напоминают картину эпилепсии, но отличаются отсутствием существенной проградиентности, эпизодичностью и наличием четко прослеживаемой в связи с внешними вредностями нарушением комплоентности в лечении. То есть больные с эпилепсией нарушают эту комплоентность именно не потому, что у них есть нежелание лечиться, а именно проградиентность слабоумия приводит к тому, что они нарушают прием препаратов. Характерны и отсутствие специфических для процессуального процесса симптомов психической деградации. Именно при эпилепсии психическая деградация не отмечается. В этих случаях говорят об эпилептических и эпилептифорных реакциях. Таким образом, наличие в клинической картине заболевания лишь одного ряда симптомов, тем более такого малоспецифического, как пароксизмальный синдром, не дает нам оснований для диагностики истинной эпилепсии. Диагностика эпилепсии правомерна лишь при установлении характерных для нее проградиентных признаков изменения личности и слабоумия именно в межприступные периоды. В этом-то и заключалась всегда борьба между неврологами и психиатрами, которые делили эпилепсию. Хотя до сих пор эпилепсия относится в МКБ-10 и 11 к неврологии. Она идет под грифом G40. Хотя, как мы сегодня с вами смогли проследить, что немаловажные значения при эпилепсии относятся и именно имеют большое значение психические изменения при эпилепсии, которые утяжеляют течение самого заболевания и являются одним из диагностических и прогностических критериев для дальнейшей экспертизы этого заболевания. Лечение заболеванием. Стратегия лечения эпилепсии состоит из раннего начала. Уже после первого приступа назначение антиэпилептических препаратов не рекомендовано. Оно только лишь при повторном приступе через 24 часа. Мы можем назначить противоэпилептическую терапию. То есть это мой ответ на четвертый вопрос. То есть повторяю, если в течение суток у больного будет возникать больше двух приступов, тогда мы можем говорить о назначении противоэпилептических препаратов. Индивидуальный подход. У антиэпилептических препаратов есть противопоказания, поэтому необходимо внимательно ознакомиться с аннотацией. и до начала лечения проводить тщательное клиническое обследование почек и печени. Также врач должен соизмерить материальные возможности пациента, так как антиэпилептические препараты стоят недешево, и при невозможности их приобрести в дальнейшем может быть нарушение комплоентности. Если пертифорные припадки возникли на органическом фоне, то параллельно необходимо проводить соответствующую симптоматическую терапию. Непрерывность. Необходим регулярный прием без перерыва, то есть без нарушения комплоентности. Длительность. Антиэпилептические препараты применяются не менее 7 лет. Преемственность. К каждому типу приступа соответствуют определенные антиэпилептические препараты. На слайде приведены препараты, предпочтение которым нужно отдавать при соответствующем типе приступов. То есть применим принцип преемственности типа приступа соответствующему антиэпилептическому препарату. Предположим, при абсансе приемственно назначать суксилеп. При миоклонии клонозепам. Сложные простые парциальные припадки требуют назначения карбомазепина, топиромата. Генерализованным же припадкам соответствуют ламитражин или вальпроевая кислота. Но вообще вальпроевая кислота является препаратом выбора при всех препаратах. А также фокальный в составе припадка психических эквиваленток предпочитаем назначать элевитерацетан. Лечение эпилепсии длительное. Прием препаратов регулярно, то есть без перерыва, каждый день. Отмена антиконвульсанта постепенная. Через 5-7 лет клиника электроэнцефлографической ремиссии. Хирургическое лечение. В настоящее время и в многих странах мира до сих пор еще применяется стереотоксический радиочастотность деструкции очага поражения. Интероперационный электрофизиологический контроль с использованием скальповых и глубинных электродов. То есть в головной мозг инвазируется электрод, который в дальнейшем производит электрофизиологический контроль. Резекционные удаления части мозга охвачены эпилептической активностью. Этот способ лечения эпилепсии назначается при неэффективности, тогда когда проводит не менее 2-3-4 противоэпилептических курсов терапии современными препаратами. Также в последнее время использует пересадку клеток мозга эмбриона. Если эпилепсия не поддается медикаментозному лечению, а оперативное вмешательство по каким-либо причинам невозможно, пациенту можно предложить лечение с помощью стимуляции вагуса. Стимулятор показан на слайде. При лечении аффективных нарушений мы обычно назначаем антидепрессанты и транквилизаторы. Из антидепрессантов, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина предпочтительно назначать сиртролин. При назначении нейролептиков препаратом выбора является квиотипин. При эпилепсии очень часто инсомния, то есть нарушение сна приводит к обострению. Поэтому желательно назначать нейролептики, где также предпочтительно квиотипин или же из транквилизаторов диазепан. При галлюцинациях назначаются нейролептики, также небольшие дозировки галлоперидола и арепрозола, которые эффективно снимают галлюцинаторный синдром. Бред. Также применяются нейролептики, трептозин, криотипин, аланзопин. Охранительный режим. Эпилепсия не любит прямых лучей солнца и жара также недопустимы при эпилепсии, что особенно актуально в нашем регионе. Воспрещаются и алкогольные, а также газированные напитки. Обязательный режим сна и бодрствования. Ложиться нужно максимально в 10 часов вечера и вставать в 7 утра. Запрещены светомузыка и компьютерные игры. Особенно детям, которые любят сидеть и просиживать за компьютерами. К факторам риска эпилепсии относятся наследственная отягощенность и отягощенный перинатальный анамнез. Органические поражения мозга в постнатальном периоде. Фибрильные припадки. Аффективно-респираторные судороги. Ночные страхи. Также задержка психоречивого развития относится к факторам риска эпилепсии. Наличие очаговой неврологической симптоматики. Условно-эпилептифорно-активность на электроэнцефалограмме. В завершение мне бы хотелось завершить, процитировав конфуцием. Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и может быть я запомню. Вовлеки меня, и тогда я достигну. Если же мне удалось вовлечь вас в проблемы эпилепсии, вы сможете использовать полученные знания дальнейшей своей врачебной деятельности, то я могу считать, что я свою миссию выполнила. А завершить свой доклад я хочу датой, которая у нас предстоит, то есть 26 марта каждый год является фиолетовым днём, или мы его считаем международным днём борьбы с эпилепсией. Если мой доклад как раз будет приурочен к этой дате, конечно, было бы неплохо. А завершаю я свой доклад историческими памятниками нашего города, которые имеют лазурный и голубой цвет, и они хорошо гармонируют с нашим голубым небом. Оно практически крустально-голубое, и всегда заставляют отвлечься и забыть о всём плохом. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.